Центр культурного наследия Это четыре объединенных пространства, в каждом из которых посетитель погружается в одну из заданных тематик Это музей школы с подлинными предметами, партами, тетрадями, многие из которых дошли с дореволюционных времен Музей борьбы, который уже известен во многих не только городах, но и странах Музей предпринимательства, где находятся различные книги о профессиях Интересовался сначала сам, что такое Россия, история России, почему мы так живем Читал какие-то книги, потом стал их покупать Больше и больше, стало затягивать В общем, потом получились какие-то коллекции Потом предметы из этих книг начал коллекционировать И, в общем-то, спустя какое-то время я понял, что насколько это интересно, полезно Что знания необходимы, те, которые в старых книгах И решил, в общем-то, все то, что есть у меня, опыт, книги, наследие наших предков В общем-то, показать людям Есть здесь много интересных материалов о работе милиции, следственных органов Подшивки газет, журналов, рекламные плакаты начала 20 века Также здесь библиотека со старинными книгами, в которых рассказывается о том, как раньше преподавали и проводили уроки В планах создание электронной библиотеки, которой преподаватели всей страны смогут пользоваться бесплатно Сначала, естественно, я покупал это все в Рязани Случайно пару раз зашел в антикварные магазины, что-то понравилось, это были простые вещи абсолютно С каждым разом я уже понимал ценность вещей, что мне становится более, все-таки, ближе, интересней Я уже начал, в общем-то, обзаводиться какими-то контактами Начал уже есть в другие города, там заводить знакомства И так, в общем-то, проездил от Новосибирска до Смоленска От Белгорода до Мурманска Порядка 10 лет я собирал все это В рамках проекта его создатели планируют показать более 10 тысяч экспонатов Большую часть из представленных предметов можно трогать, рассматривать, осизать и ощущать Погружаясь в мудрость веков И это, говорят организаторы, только предоткрытие В скором будущем планируют запустить большой культурный центр В галерее при Увне Штурбанка на улице Есенина открылась выставка работ художника Александра Марьяшина Заметки путешественника Их можно будет увидеть до 15 января следующего года Каждый день вход свободный Александр Марьяшин пишет картины, путешествуя по миру На выставке можно увидеть и женский монастырь в селе Костомарова под Воронежем И закатное солнце Кипра Художник рассказал, как создает свои работы Отдых – это смена деятельности Невозможно все время лежать на пляже, загорать, обгорать и есть и пить Поэтому полчаса уделить на этюд Между завтраком и обедом Между обедом и ужином Это вполне нормально И так и отдыхается гораздо более позитивно Потом, когда ты уезжаешь, ты уезжаешь с каким-то багажом Не с печалью, что ты покидаешь это место, а с радостью, сколько ты всего сделал Как у большинства художников, у Александра есть муза Это его жена Она вдохновляет на путешествия, из которых автор и привозит столько этюдов Небо не везде голубое На юге небо синее И звезды ярче И млечный путь, как молоко, действительно разлит А у нас она такая, что ты выходишь и понимаешь, что вот она родина Цвета чуть-чуть приглушены И где-то в сердце щемит И удовольствие получаешь и от тех пейзажей, и от этих Но много чего не видел, много куда друзья зовут, и художники, и просто друзья И поэтому впереди еще огромное количество путешествий однозначно По словам Александра, рисовать можно и соусом на тарелке Самое главное – желание У меня был замечательный преподаватель в Академии художеств Коровцов Игорь Михайлович, который очень часто любил с нами разговаривать не про живопись, а про жизнь И, возможно, это даже было гораздо полезней Потому что про живопись разговаривают все преподаватели А про жизнь начинают разговаривать немногие Открывать свою душу и вкладывать действительно какие-то наставнические дела Не учительские, когда вот здесь возьми эту краску, вот здесь возьми эту краску А тут больше рассказ о том, как жить по совести И он говорил, что в Академию художеств поступают тысячи человек Приносят документы Но берут всего лишь 10 в год И если вы сюда попали, вы просто обязаны дальше делиться тем, чем вас здесь научат Выставка прошла в рамках мероприятий, приуроченных к году педагога и наставника Александр преподает уже 15 лет И многие его ученики работают в профессии Это художники, архитекторы, дизайнеры Благодаря такому взаимодействию художник всегда чувствует себя молодым Александр называет этот год рубежным в своей жизни Не только из-за двух персональных выставок Но и благодаря появлению своего главного шедевра – дочери Недавно девочке исполнилось 5 месяцев И Александр назвал ее счастьем семьи С чем мы художника и поздравляем 7 декабря стартовали обменные гастроли между Белорусским государственным академическим музыкальным театром и Рязанским областным театром драмы В Минске рязанцы открыли гастроли комедии Уильяма Шекспира «12-я ночь» Тем временем в Рязани артисты из Республики Беларусь представили фолк-рок мюзикл Алана Симона, Тристан и Изольда Идея этих гастролей на самом деле очень посетила нас давно И нас, и руководство Белорусского академического музыкального театра Мы очень хотели сделать обменные гастроли И я очень рад, что эти гастроли сегодня состоятся, сегодня начнутся Сегодня они начинаются у нас И сегодня же они начинаются в Минске В здании Белорусского музыкального театра Какие спектакли мы покажем? Вы знаете, мы отбирали, так же как и наши белорусские, мы отбирали спектакли На наш взгляд интересные рязанскому зрителю Трагическая история любви, основанная на легенде из цикла «Сказание о короле Артуре» Развернулась на сцене Рязанского театра драмы Удивляя зрителей не только невероятной игрой актеров и блистательной адаптацией самого сюжета Но и смешением нескольких жанров В Тристане и Изольде нашли отражение пьеса, мюзикл и балет Я вообще очень люблю этот спектакль И моя героиня просто... Ну, я не могу сказать, что, конечно, с меня списана в такой истории я не находилась Но, мне кажется, те чувства, которые переживает моя героиня Буду говорить всё-таки я, потому что на площадке живу я И эти чувства, я думаю, что переживает каждая девушка в какой-то мере Потому что в любом случае приходит пора расставаний, любви И вот эта первая любовь, которая возникает у Тристана и Изольды Чистое, светлое, волшебное чувство, оно такое трепетное Но оно, к сожалению, заканчивается вот так трагически Надеюсь, что в жизни такой моей не произойдёт всё-таки Но моя героиня, она очень нежная, очень чувственная Вот та сказка, которая происходит между Тристаном и Изольдой Она, конечно, волшебная И очень хочется, чтобы та любовь, которая вот у нас происходит на сцене Ну, была и в жизни тоже Это сильное чувство Этот спектакль полюбился зрителям Поэтому мы часто его привозим несколько раз В частности, в Тулу мы постоянно возим этот спектакль Зрителям очень нравится Они специально просят, чтобы мы его привезли снова Поэтому надеемся, что мы к вам тоже приедем снова с другими спектаклями Но, может быть, если зрителю он полюбится То мы привезём снова и для вас Тристана и Изольду Проникновенные монологи и взаимодействие героев Чарующий вокал с живым инструментальным сопровождением настоящей рок-группы Традиционные кельтские танцы и воздушные па главных героев Впечатляющими были и декорации, среди которых можно было увидеть настоящего дракона Особую красочность происходящему придавали великолепные костюмы Всё это погрузило зал в атмосферу волшебного, таинственного средневековья Все выходные на сцене театра – гости из Белоруссии У вас ещё есть возможность успеть на спектакль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова